И всем привет ребят, с вами Сторванка, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике И сегодня вместе с вами я хотел бы обсудить одну очень интересную тему, связанную с нашей замечательной игрой И этот видос может быть полезен для тех, кто возможно не играет сейчас в нашу игру Либо взял какой-то перерыв, либо давно не играл и думает о том, чтобы начать играть Сегодня мы вместе с вами поговорим о том, стоит ли на сегодняшний момент времени начинать либо с нуля, либо вовсе возвращать старый аккаунт и начинать играть в нашу игру Насколько это сложно, насколько это трудно на сегодняшний день Обсудим эту тему, ну и я постараюсь высказать свою точку зрения Возможно рассказать какие-то определенные лайфхаки, которые я для себя учел, узнал за время игры в последние годы Ну а вы, если подобного рода видосы вам нравятся, если вы хотели бы видеть, слышать подобного рода и контекста видеоролики То обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов Для этого настройка игры в аккаунте, установите ему личный такт, тактимбе Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании Сегодня я не буду запикиваться ни в какую катку, не буду показывать какие режимы лучше использовать, какие вооружения лучше прокачивать Я акцентирую внимание исключительно на экономике, да, если этот видос зайдет и вы захотите услышать продолжение То, быть может, я запишу следующий видос, где уже более подробно расскажу про режимы, про вооружения, которые лучше использовать при прокачке новых аккаунтов Либо забытых старых аккаунтов, да, на которые вы возвращаетесь, ну и начинаете все это дело прокачивать Если вкратце ответить на вопрос, да, стоит ли возвращаться, стоит ли начинать играть Если учитывать тот факт, что в игре появилось, ну если вы, например, там не играли, ну даже год, да Появилось очень много всяких новых вещей, а если вы не играли в игру, ну так лет 5, то вообще для вас будет совсем другая игра И вы будете совсем по-другому на нее смотреть Но я вам скажу, что здесь, ну, наверное, не стоит бояться, да То есть если вы хотите увидеть исключительно ту старую механику и медленные корпуса Все очень такое вялое, такое медленное, то сейчас этого вы здесь уже не увидите Уже появились и летающие корпуса, и безумно большое количество новых корпусов, дронов, которые дают безумнейшую скорость в нашей игре И сейчас, ну, по сути, все стало совсем по-другому, да Другие скоростя, другая реакция нужна, и другое быстрое мышление и принятие решений, да Именно на это сейчас сделан акцент, и игра стала совсем-совсем в другом темпе происходить, да Но это, по сути, не проблема, да, как я уже сказал, к этому можно легко привыкнуть А вот что изменилось так точно, и что облегчилось, это прокачка аккаунта в целом И если отвечать на вопрос, да, то есть, ну вот, с нуля вы решили прокачивать аккаунт, да И думаете такие, блин, так это же как раньше придется 40 тысяч лет качаться 40 тысяч лет идти до последней звонки, если сейчас еще учитывать тот факт, что званий стало больше, да Если раньше там, условно, был в один период маршал максимальный, потом стал генералиссимус Сейчас у нас уже легенда, да, и кажется, что, блин, так это же сколько надо катать, чтобы дойти до этой звонки, да Как еще прокачать весь этот гараж? Но в целом, в целом, если так чисто вкратце сказать, то сейчас, если раньше там, условно, за год Вы с горем пополам при плотной игре могли дойти до последнего звания, да И иметь какие-то там прокачки вооружения, да То сейчас, условно, просто уделяя игре нам в один день Час, да, то есть просто час в день уделять Выполнять заданки И просто за счет этого прокачивать аккаунт То за этот год у вас есть возможность прокачать Ну, я думаю, пол гаража, так точно Дойти до легенды, да Потому что прокачка званий стала безумно быстрая, да И если вы еще все эти прокачки и все свои действия будете делать грамотно на скидках, да Не будете там распыляться на безумно большое количество вооружений сначала А, например, сконцентрируетесь на каких-то одних вооружениях И прокачаетесь их А потом уже с этих вооружений начнете раскачивать свои ветки Разные другие вооружения И те же самые там дроны, резисты, да А сначала сфокусируетесь на чем-то одном То у вас вообще будет все намного проще, да То есть, условно, тогда вам уже понадобится даже там не год А, условно, полгода, да Для всего этого приобретения и всей этой прокачки в целом, да Поэтому если сравнивать экономику, которая была раньше, которая есть сейчас То сейчас в этом плане все стало намного-намного проще И возможностей фарма, кристаллов, валюты игровой для прокачки аккаунта Стало намного больше, чего только стоят контейнеры Которые вы можете получать как ежедневно, так и с дополнительных супермиссий И в целом за это получать очень-очень много ресурсов Что расходки, что новых устройств, что кристаллов, да Что самое главное, это именно кристаллы для прокачки вашего аккаунта И поэтому я бы сказал, что все стало намного проще Да, где-то там в средних званиях может быть проблемы из-за того, что сейчас онлайн стал меньше Да, и вас будут кидать на средних званиях к выше званиям Но у вас есть возможность всегда перепика Да, то есть вы можете выйти из боя, пикнуть в новый бой Запикаться плюс-минус со своими уже званиями И сыграть полноценную катку, да Может быть на это придется потратить одну минутку дольше, да Чтобы перепикнуть и уйти из боя, где там будет просто легенда Но зато вы безболезненно будете играть на своих званиях И фармить большее количество очков, опыта, ну и кристаллов в целом Поэтому если вы вдруг просто сидите и думаете, да Смотрите, например, видосы по танкам Либо просто вам в голову пришла мысль А стоит ли сейчас начать прокачивать аккаунт? А сложно ли это сделать? То я вам могу сказать, что все гораздо проще, чем вы думаете И я бы, наверное, сказал, что это в раз 5 проще, чем это было сделать раньше Может даже в раз 10, чем это было сделать раньше Даже без имеющегося опыта за последний период времени Вы довольно быстро вкурите и поймете, что и как происходит Ну а если вдруг что-то будет непонятно В любом случае вы можете всегда прийти либо на стрим ко мне Либо посмотреть видеоролики на канале Где и вооружения разбираются И есть отдельные видосы по бездонатам К слову, скоро у нас начнется новый бездонат аккаунт И у вас будет вообще целая поляна И возможности просмотра грамотной и правильной прокачки аккаунта Поэтому я бы сказал, что на сегодняшний день Все целиком и полностью реально Тут уже зависит только лишь от вашего желания И то, как вы будете смотреть на все это дело Если вы будете говорить о том, что Да нет, эта игра уже не та Да что здесь уже произошло Да что это за танки, леталки какие-то То, скорее всего, вы не поймете и не кусите То, что есть на сегодняшний момент в игре А если вы подойдете с другой точки зрения И сконцентрируете свое внимание на новых вещах И постараетесь их понять То я более чем уверен, что вам это дело понравится И вы сможете сконцентрироваться И быстро, быстро, максимально быстро прокачать свой аккаунт Да, потому что сейчас это стало намного, намного проще Пишите, что вы думаете по этому поводу Обязательно поддерживайте данный видос лайком Если вам понравилось Если вам вообще понравилась подобного рода тематика Также можете написать в комментариях Ребята, которые относительно недавно вернулись в игру Да, быть может у вас есть какие-то советы Есть какие-то комментарии по этому поводу Да, почему вы вернулись Как быстро вы начали прокачиваться Что у вас вообще сейчас происходит Да, если вы относительно недавно вернулись Ну и вообще напишите, как долго вы играете в игру Будет тоже очень интересно почитать Если соберется большое количество комментариев И каждый выскажется, да Что он там, например, играет в такой-то период времени Что ему нравится, что не нравится И что на сегодняшний момент времени для него вообще стоит Это как раз таки игра Поэтому пишите все свои мысли Обязательно поддерживайте данный видос лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok